Всем снова здравствуйте! Это часть третья. Как победить вирус. Это очень простая часть. Для того, чтобы ваша иммунная система была более крепкой, вам нужно навести порядок дома. Это делается так. Собирайте в постель, потому что, может быть, на карантине вы немножко расслабились, решили, что и так каждый день разбирать, собирать и все такое. Немножко больше дисциплины. Надо добавить в свою жизнь. Это всегда поднимает настроение и улучшает самочувствие. А при хорошем самочувствии никакая зараза вас не возьмет. Раз, два. На сточке. Убираем. Собираем. Эх, запустить бы это все по ускорбленному движению, но не обещаю. Поэтому придется вам смотреть, как я это все делаю. Почему порядок так важен? Потому что ваше состояние умственное, ваше состояние моральное имеет очень большое значение. именно настроение определяет, насколько вы хорошо защищены от вирусов. Как я уже говорил в предыдущей части, с вирусами справляется только ваша иммунная система. Некие лекарства, которые там рекламируют, вы можете их есть тоннами, но это все так. Конечно, могут быть лекарства, которые пытаются стимулировать иммунную систему. Но на самом деле только ваша иммунная система совсем все равно справляется с этими вирусами. Поэтому чем более хорошее ваше настроение, чем более хорошее ваше отношение к жизни, тем больше вероятность того, что вы будете здоровы. Раз. Что вот это? Какие-то тут наушники лежат. Замотали их, убрали. Так. Швыбочек повесили. Для наушников вот тут у меня есть специальный крючочек. Ясно их, вешаю. Раз. Пульт кладем на место. Что это такое? Это тюбики, видите? авторучки. Авторучка здесь, потому что я буду обучаться. Кружку в мойку. Тюбик в ванную, в шкаф. Носочки убираем. Эта кружечка смузи ждет, пока встанет наш ребенок. Что еще? Ну, и теперь вам нужно взять тряпочку. тряпочку. Тряпочку слегка ее намочить и протереть из деревьев. обеспечить. Обеспечьте чистоту и порядок. Вот такая простая следующая часть, как ни странно, казалось бы, не связанная с лечением и со всеми этими сложными процедурами. Кроме того, что это улучшит ваше настроение, есть еще один важный момент в том, чтобы наводить порядок и добиваться дисциплины. Дисциплины в делах. Ваше тело всегда будет склонно требовать внимания, заботы, кормления, ухода и все такое. Но вы и ваше тело это немножко разные вещи. Именно вы тот человек, который заставляет тело двигаться. И если вы заставляете тело двигаться, подниматься, совершать какие-то действия, то, кстати, не забудьте переодеться в хороший наряд. Но это сейчас я сделаю. Пока вас добиваетесь, чтобы тело ваше совершало эти все действия, вы начинаете им управлять и не идете у него на поводу. А чтобы быть красивым, обязательно нужно во что-то одеться, чтобы уважительно относиться к самому себе. сейчас я это сделаю. вот так получше. Хорошего дня Хорошего здоровья До новых встреч До свидания